Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ, в студии Махач Курбанов. И коротко о главном, что будет сегодня у нас в выпуске. Остался в сердцах близких друзей и коллег. В республике прошли мероприятия памяти героя России, экс-министра внутренних дел Дагестана Адильгирея Магомед Тагирова. 100 продуктовых наборов. Очередная благотворительная акция в рамках всероссийского проекта «Мы вместе» прошла в Махачкале. В Минспорт отчествовали победителей всероссийских турниров под хэквондо и грэплингу. О перспективах и победах подробнее в спортивном блоке новостей. Накануне в Дагестане прошел вечер памяти героя России Адильгирея Магомед Тагирова. Организатором мероприятия выступили общественники фонда «Имама Шамиля». Почтить память героя в зале Северокавказского гуманитарно-многопрофильного колледжа собрались его родственники, близкие друзья и коллеги. Собравшимся показали на экране видеофильм, посвященный генерал-лейтенанту милиции. Студенты колледжа прочитали стихи, посвященные герою. Также прозвучали песни в исполнении дагестанских артистов. Напомним, бывший министр внутренних дел Дагестана погиб 5 июня 2009 года. Он был смертельно ранен тремя выстрелами снайпера-террориста. Его похоронили рядом с отцом на кладбище родного села Ганада. Полицейские Дагестана провели профилактическую акцию по раздаче масок. Они проводили разъяснительные беседы по профилактике коронавирусной инфекции. Полицейские разъясняли прохожим, как уберечь себя, если приходится выходить из дома. Напоминали о необходимости внимательнее относиться к здоровью детей и пожилых родственников. Стражи порядка рекомендовали без крайней необходимости не покидать свои дома. После каждой беседы всем участникам акции полицейские вручали средства индивидуальной защиты – медицинские маски. Очередная благотворительная акция в рамках всероссийского проекта «Мы вместе» прошла в Махачкале. Волонтеры на 30 легковых автомобилях развезли порядка 100 продуктовых наборов жителям города, находящимся на самоизоляции из числа малоимущих граждан и граждан возрасте старше 65 лет. Так в наборы входили мука, сахар, рис, гречка, макароны, чай и подсолнечное масло. Праздник наш! Спасибо вам! Спасибо Инсану, руководителю, всем вам, вот всем, кто там работает, кто свою душу нам отдает старикам. Большое вам спасибо! Организатором мероприятия в регионе выступило Министерство по делам молодежи Дагестана при поддержке благотворительного фонда «Инсан» и Федерации автомобильного спорта. Оказываем заботу, внимание в рамках этой акции. Она проходит и по всей стране, разводим продуктовый набор. Мы все помним нашу первую волну, какое количество акций мы вместе развозили продукты вместе с фондами и меценатами. Сейчас тоже продолжаем эту работу, так как указы, и люди находятся в сложной ситуации в домах и нуждаются в продуктовых наборах. В Дагестане с нового года вырастут тарифы на коммунальные услуги. Этому свидетельствует распоряжение правительства Российской Федерации. Повышение тарифов окажется одним из самых высоких в стране – 5,2%. Выше только в Чеченской Республике, Новгородской области и Якутии. Кроме того, повысятся цены за отопление, вывоз мусора, канализацию, холодную и горячую воду. Тарифы на коммунальные услуги вырастут с 1 июля 2021 года. Дагестанские самбисты выступят на чемпионате мира. Турнир в Сербии стартует завтра и завершится 8 ноября. Цвета российского триколора в городе Новисад будут защищать четверо воспитанников республиканских спортшкол. Это действующие чемпионы страны – Мухтар Гамзаев, Загид Гайдаров, Султан Алиев и Гаджи Мурат Баширов. За звание лучших на планете они поборются в боевом разделе самбо. Завтра, в первый день выступления мужчин, на ковер выйдут спортсмены трех категорий – до 52, 68 и 90 килограммов. Отметим, что изначально чемпионат мира должен был пройти в Туркменистане. Однако из-за пандемии было решено перенести и совместить турнир с молодежным первенством мира. Соревнования пройдут без зрителей. На месте будет предпринят ряд ограничительных мер. О спорте. Боец ММА Курбан Гаджиев подерется за титул чемпиона лиги ACA. Поединок против обладателя пояса в наилегчайшем весе Азамата Кирефова возглавит завтра в Москве 113 турнир лиги. Спортсмены уже встречались между собой два года назад. Тогда победа в упорном бою была присуждена Кирефову. Сейчас дагестанец идет на серии из двух побед и настроен взять убедительный реванш. Помимо Гаджиева на турнире выступят еще четверо бойцов из нашей республики. Свой первый за долгое время бой в России проведет опытнейший легковес Рашид Магомедов. Он встретится с белорусом Артемом Домковским. Также в клетку войдут Мурат Зайналабидов, Ислам Амаров и Гаджи Мурат Хиромагомедов. Накануне в Минспорт отчествовали победители всероссийских турниров под хэквондой и грэплингом. Успехи медалистов на престижных соревнованиях отметил руководитель ведомства Магомед Магомедов. На торжестве речь шла о развитии этих дисциплин и о перспективах спортсменов. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Юниорские первенства СКФО и России, Всероссийская универсиада и Кубок президента Международной Федерации. Тэквондисты Дагестана проводят ударную концовку сезона. Глава спортивного ведомства отметил высокий уровень развития этой дисциплины по республике. Очень динамично в последнее время. Развивается и показывает лучшие яркие результаты наши тэквондисты. Это очень приятно, как мы седаем, это Олимпиадки без спорта. В Дагестане пока нет своих медалистов Олимпиад в составе сборной России, но работа ведется. Главная цель, по словам представителей Федерации, подготовка кандидатов на участие в играх в 2024 году. На 2024 год Олимпиады сориентированы все наши планы. Мы уже обсудили ее с собой и сейчас, как бы хотим, пользуясь случаем, вам сказать. А почему не в 2021 год? В 2021 год у нас три путевки есть, 4-4 боремся. Весь состав парад Олимпийцев у нас комплектован дагестанцами. Еще девушка наша Марьяна сейчас получит, не получит, видно будет. Надеется. Ну есть надежда еще. А мы уже смотрим наперед, на 2024 год и хотелось бы на 2023 году провести чемпионат России у нас в Махачкале. В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили министра за поддержку и внимание, вручив всему руководящему составу ведомства памятные подарки. Имени. Это маленькая манипуляция в Музее. В очереди нет времени на этой земле, под Аллахом мой. Триумфально этой осенью выступают и грэплеры. На престижном турнире «Пять звезд» в Чеченской республике выиграно 14 золотых наград из 16 возможных. Так, дагестанские спортсмены завоевали право выступить на декабрьском чемпионате мира в Сербии. В беседе Магомед Магомедов выразил надежду, что грэплинг в скором времени станет олимпийским видом спорта. Кроме того, он сообщил, что в планах Минспорта создание первой в России специализированной школы грэплинга. Я как-то общаюсь с российским грэплингом Резван. Он говорил, что я без ваших ребят никуда. Поэтому мировое сегодня то, что есть грэплинг, это дагестанская борьба, наши эти ребята. Поэтому завтрашний день, когда уже будет олимпийские игры, нам не надо будет все начинать с нуля или что-то делать, придумывать. У нас уже есть готовые ребята, а эти уже олимпийские медали для нашей страны. На встрече было отмечено, что из-за пандемии сорвалось проведение запланированного в Дагестане чемпионата России по грэплингу. В связи с этим глава спортивного ведомства заверил, что готов поддержать эти соревнования в следующем году. Также министру были представлены новые вице-президенты Федерации борьбы Дагестана. Амирхан Амирханов будет курировать направление грэплинга, а Артур Магомедов будет отвечать за развитие панкратиона. Ранней должность президента Федерации занимал ушедший недавно из жизни Олег Магомедов. Курбан Рагимов, Магомед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, смотрите новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова